Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Очень часто мы в последнее время слышим источник, связь с источником, жить из источника, взаимодействовать с источником. Но что же это такое, по сути, источник? Вашему вниманию! Что такое согласование с источником? Создатели 12D – нефизическое коллективное сознание, направленное Даниэлом Скрентоном 26 марта 2024 год. Мы здесь для вас. Мы создатели. Мы коллектив нефизических существ 12-го измерения. И мы здесь, чтобы помочь. Вы склонны замечать, когда вы не в гармонии с источником. Однако у вас есть много разных названий для этого состояния и много разных способов его описания. Вам предназначено использовать обратную связь, которую вы получаете от своих эмоций, своего тела и условий своей жизни, чтобы определить, направляете ли вы свое сознание в правильном направлении или нет. Когда вы направляете свое сознание внутрь и обнаруживаете соответствие с источником, который вы ищете, обо всем там, включая физическое, и его условия, как правило, позаботятся за вас. Но это непростая задача для людей, которых учили, что они манипулируют своим миром с помощью слов и действий, чтобы заставить его соответствовать своим желаниям. И вас также учат, что некоторые люди справляются с этим лучше, чем другие. Итак, тот, кто находится в гармонии с источником и у кого ничего нет, как правило, счастливее, чем тот, кто не в гармонии с источником и имеет все, но это не означает, что вам нужно отказаться от всего, чтобы быть в гармонии с источником. Это то, от чего многие люди должны отказаться, потому что это ложная идея. Это ограничивающее убеждение, и многие в новом веке приняли его как за свою истину. Вам не нужно ничем жертвовать, чтобы иметь что-то еще. Вам не нужно жертвовать материальными благами, чтобы быть в гармонии с источником. Таким образом, для всех вас это становится возможностью посмотреть, отказываетесь ли вы от своего соответствия источнику, потому что считаете, что вам это необходимо, чтобы получить что-то, что вы хотите, и что находится вне вас. Теперь некоторые из вас задаются вопросом, что именно мы подразумеваем под выравниванием с источником. Поэтому мы собираемся вам рассказать. Мы говорили о том, что вы чувствуете то, что вы хотите чувствовать эмоционально. Мы говорим о том, что вы действуете, исходя из той вибрации, с которой хотите действовать. Когда вы сосредоточены на том, что приносит вам радость, и на том, что вас освещает, вы чувствуете себя в гармонии с источником. Когда вы сосредотачиваетесь на отсутствие того, чего хотите, или на причинах, по которым вы не можете получить то, что хотите, вы выходите из гармонии с источником. Когда вы сосредотачиваетесь на том, что кто-то сказал вам, что задело ваши чувства, вы находитесь вне гармонии с источником. А когда вы сосредоточены на красоте цветка, вы находитесь в гармонии с источником. Источник и есть этот цветок, и источник тоже любит этот цветок. Итак, вы действительно ищите баланс, в своей жизни между сосредоточением внимания на источники и совершением действий, которые вам нужны, и которые вы хотите предпринять. В конечном счете, вы хотите, чтобы ваши действия были вдохновлены тем местом, где вы нашли соответствие с источником. И тогда эти действия будут плодотворными. Эти действия, как правило, являются выражением соответствия с источником, а не набором действий, которые вы делаете, чтобы попытаться получить желаемое. Итак, зная это, так же, как и вы, любой разумный человек в первую очередь, будет искать соответствие с источником. А мы знаем, что вы разумные и логичные люди. Поэтому мы просим вас более регулярно размышлять над тем, приводит ли то, о чем вы думаете или делаете, в большее пространство согласования с источником. Опять же, вам не нужно отказываться от этого, чтобы получить что-то вне себя. Но вам нужно верить, что ваше соответствие источнику принесет вам все, чего вы действительно хотите. И это так же принесет вам вдохновенные идеи, которые вы затем сможете реализовать, чтобы вы могли с радостью предпринимать действия для достижения желаемых результатов в своей жизни. Мы приглашаем вас сделать это регулярной практикой в течение дня и заметить, как чудесно в результате изменится ваша жизнь. Очень хорошо. Мы создатели. И мы вас очень любим. Маленькое дополнение. Подобные послания не могут быть какими-то простыми словами сказанные, которые нам привычны. Поэтому учимся воспринимать подобную информацию. И если она сразу нам трудно дается, ничего страшного, можно посмотреть второй раз. И мы же с вами знаем, что на слух мы воспринимаем где-то 40% информации. И повторение. Мать учения. Поэтому выкладываю иногда старые темы, которые не были восприняты своевременно. И сейчас некоторые темы выложены для того, чтобы мы еще раз их пересмотрели. И уже более осознанно. Вот, например, одна из тем это Экспава и Стив Ротор «Гравитационные волны». Это тема 19-го года, но она сегодня настолько необходима, чтобы мы осознавали, что происходит. И когда мы смотрим на то, что мы уже прошли, то мы начинаем чувствовать, что мы идем, движемся и что мы меняемся просто на ходу. Так же, как и планета Земля. И поскольку сейчас мы с вами больше реализуем себя на ментальных уровнях, поэтому и предлагаются темы для повторения.